всем здравствуйте всем много-много раз здравствуйте вот мы начинаем прямой эфир для организации антона и ольги олейник вот значит приснятся могут все желающие новым модератором сегодня работает ольга и антон вот значит ребята значит не пожалуйста меньше комментируйте потому что не все хорошая связь и второе я сегодня дам и слова только ольги и антону они будут со мной разговаривать они будут задать вопрос они собирали все вопросы со всей своей организации вот поэтому разговаривать со мной будет только не значит оленька если ты меня слышишь нажми пожалуйста запрос на участие в прямом эфире нужен запрос на участие я тут же тебе разрешу и тут же мы с тобой начнем если никто не возражает так оленька не вижу твоего запроса на участие вижу запрос на участие от натали запроса от олейников я не вижу нужно нажать кнопочку запрос на участие алё 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 ребята не посылайте запрос на участие со мной я буду сегодня вести разговор только с ольгой олейник оленька олейник нажми пожалуйста кнопочку на запрос на участие я тебя пока не вижу вижу есть все ребят начинаем прямой эфир вот модератором сегодня ольга привет 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 Владимир из Екатеринбурга да то есть я я же знаешь я же древняя тыкала 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 слышу тебя а вот попасть не могу но все получилось слава богу очень рада тебя видеть и разреши буквально минуту да то есть поблагодарить тебя за то что ты нам выделил время для нашей команды для нашей структуры и для нас это очень важно то есть мы к этому очень готовились и собирали вопросы и корректировали их очень много и некоторые конечно мы не сможем на все ответить сегодня но вот я тебе выслал то есть на которое ты считаешь более важно сейчас в данное время поговорить то есть мы мы готовы то есть мы готовы вот то есть ребятки они ребята разные то есть они есть есть новички есть старички есть директора есть консультанты есть не подписаны не совершенно поэтому мы сегодня с тобой на этом диалоге и я очень благодарна тебе за то что ты выбрал вот из своего графика для нас с антоном время еще бы я не выбрал время для своих любимых директоров вот поэтому поэтому вот как-то так я конечно очень-очень рада потому что ну я уже все посты твои читаем все посты выкладываем своих чатах и прямые эфиры я не уже а то он говорит я засыпаюсь с тобой я просыпаюсь с тобой вот поэтому сейчас сейчас такая то есть волна волна новых результатов и поэтому конечно на драйве и это драйв поддержим красиво вообще супер сочи до приветствоваться да это вид из моей квартиры видите я вот так вот провожу эфир и отлично солнышко да 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 поэтому мы сегодня готовы работать слышать и услышать тебя поэтому вот вот такое вот еще раз благодарю благодарю за все то что ты пишешь это владимир это очень важно ну как важно для меток и важно не кажется для того человеку то идет на большие результаты вообще он на результаты потому что читать то что ты пишешь в инстаграм это конечно ну то есть мои все подписаны вот спасибо большое олика спасибо большое антон пускай тоже иногда появляется потому что я по его рожде тоже соскучился антон владимир зовет сейчас он да сейчас он подойдет потому что вы для меня одно целое вообще это я говорю антон я подразумеваю ольга я говорю ольга подразумеваю антон да да сейчас подойдет антон ладно ладно он подойдет еще успеет мы с тобой еще давайте вот поэтому настроение хорошее драйвовое вот у нас все хорошо он тебя отстил я тут с другого телефона сейчас я отключу антон привет привет еще раз он решил с другого конца света послушать да потому что я тоже хочу твою рожицу видеть сейчас секунду он говорит я буду рядом сидеть то есть ты сиди в этом в окошечке в экранчике я буду рядом сидеть я говорю владимир скажет давай-ка рядышком договориться вот знаете сам оленька значит давай сделаем так вы собирали вопросы со своей организации вот эту этот эфир я назначил для вашей организации вы собирали все вопросы вы как бы их сортировали по важности вот сейчас самые главные самые важные вопросы на ваш взгляд давайте мне задавайте я буду отвечать то что я вас попросил список это нужно для того что если по связь попадет вдруг что у меня уже несколько раз было с молдавии там с маргаритой с молдавии видела да там были я не буду кричать там полчаса там олик а ты где антон помоги ольге там бла 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 вот я просто открою свой ватсап и начну просто зачитывать вопросы которые вы мне уже прислали вот я их не сортировал ни по это не по очередности поэтому давайте прям задавайте как вы считаете нужно спасибо спасибо ну поехали есть я не знаю узнаете во что я одет даже неважно во что ты одет всегда хорош ты всегда для меня это очень важно ух ты прикольно ничего себе Володя мы в этом году возобновили теплоход антон взял на себя такую ответственность снова поэтому спасибо тебе ооо прямо спасибо аж прямо горечо горечо да поэтому поэтому мы сейчас можете объяснить и своей организации и всем остальным почему я одет именно так да у нас был у нас был десятый выездной семинар у нас в команде есть очень трудоемкая но очень эффективная традиция вернее она была какое-то время мы делали выездной семинар на мы фрахтуем теплоход полностью трехпалубный теплоход только команда наша только ну как бы это открытое мероприятие не только наша команда а только Арифлей вот и отправляемся в какое-то путешествие это футболка с нашего десятого юбилейного очень такого значимого да выездного семинара который мы делали и Владимир принял наше предложение да быть гостем мы очень на самом деле благодарны обалденный вообще был теплоход вот после десятого выездного семинара мы два года ничего не делали и в этом году не делали теплоход да то есть на земле как у нас говорят то есть на земле делали мероприятие вот ну потому что это проще сейчас наскучались до этого дела и осенью прошлого года запланировали вот это вот выездное мероприятие запланировали на начало июня но как вы понимаете у нас сейчас начало июня ну середина июня вряд ли мы куда-то поедем вот поэтому сейчас мы перенесли на сентябрь то есть у нас 25 сентября друзья кто Екатеринбург Свердловская область велкам мероприятие открытое мы всегда всем рады это во первых во вторых значит на самом деле как бы к зиме уже ждется вторая волна коронавируса вот поэтому там так велико заглядывать может быть не надо сейчас надо полностью сосредоточиться на онлайн бизнес на мотивации на онлайн приглашение на онлайн обучение на изучение методов работы в сетевом маркетинге в онлайне не у всех не все это умеют не все это знают но сейчас самое время для того чтобы начать это делать да есть куча примеров есть значит помощники на сайте компании Реплейм там есть просто методы рекрутирования методы обучения методы набора или предложения людей есть куча лидеров которые уже давно работают онлайн и мы доказали свою эффективность вот причем значит я не стал бы делить что вот есть работающие методы есть не работающие методы все методы работающие если ими работать потому что на самом деле 17 секретов мастера книжка есть такая Калич да вот он там говорит что я вам сейчас расскажу 17 50 секретов вот он говорит я очень расскажу 17 секретов 17 методов работы в сетевом маркетинге причем это не значит что вы должны владеть всеми это значит что вы должны среди них выбрать то что вам нравится и эти методы раб dieses Hertz если вам не нравится то у меня для вас есть еще 18 секрет что все эти методы работают если и не работать Поэтому, на самом деле, работают все методы, которыми вы работаете, которые не на полке пылятся, а в работе на языке. У этого бизнеса, на самом деле, есть рот. Это очень важно. Все методы работают, просто пока вы еще не понимаете какие-то методы, то когда вы их поймете, это будет у вас как прорыв, расширение горизонта. Вот как у меня из окна. Поэтому, на самом деле, просто сейчас самое время учиться сетевому маркетингу по интернету. Еще раз, куча литературы, кто ищет, тот всегда найдет. Куча людей, которые уже работают. Посмотрите, как они постят, какие посты пишут, что они говорят, куда приглашают, какое обучение предлагают. Учитесь, учитесь и учитесь. Так завещал великий В. Вот. На самом деле, ребята, понимаете, все, кто работает, как бы, по-любому, все равно результаты есть. Невозможно сделать одну и ту же вещь тысячу раз и не получить удивительных результатов. Брюцли как-то рассказал в одном из своих мемуаров, что я не боюсь человека, который изучает пятьдесят тысяч приемов. Я боюсь человека, который один прием отрабатывает пятьдесят тысяч раз. Я еще раз можешь повторить? Нет, нет. Я не боюсь человека, который изучает там десять тысяч приемов. Я боюсь человека, который один прием отрабатывает десять тысяч раз. Вот. Я приводил уже много таких примеров, что на самом деле там одна теннисистка вошла в топ-100 мира, но какой-то нашелся и тренер, который сказал, что у нее очень много слабых сторон. Вот у тебя удар справа хорошо получается, а удар слева никак не получается. Надо быть многогранным, надо быть многосторонним, надо все уметь, надо быть совершенством. Она начала отрабатывать удар слева, в результате скатилась в тысячные. Потом она одумалась, начала отрабатывать свою сильную сторону, удар справа, и вошла в топ-10 мира. Еще раз, я не боюсь того человека, который отрабатывает 50 тысяч ударов, я боюсь того человека, который один удар отрабатывает 50 тысяч раз. Это такой общий посыл. Сейчас время оживляжа. Сейчас время использовать это время для того, чтобы нарастить свои результаты. сейчас самое время, сейчас самое время, ребята, вот можете верить, можете не верить, самое время начинать свой практически вертикальный взлет. Потому что на самом деле есть такая пословица, что для этого бизнеса полностью соответствуют эти слова, что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем лучше для этого бизнеса. Почему? Потому что тысячи и тысячи людей теряют свои рабочие места, тысячи и тысячи людей теряют свои зарплаты, тысячу и тысячу фирм банкротится. Арифлейм всех трудоустраивает, в любое время года. И вот не случайно во времена кризиса всегда наши почтовые ящики переполнены приглашениями на работу. Объявления приглашаем на работу, приглашаем на работу. Взрыв сетевых компаний. Почему? Потому что не так много компаний, которые могут предложить работу на дому. Не так много компаний, которые могут обеспечить доставку товара до дверей. Не так много компаний, которые работают давно. Но не так много компаний, которые работают с продукцией востребованной. Не так много компаний. У нас просто уникальная ниша, то есть гигиена, красота, декоративка, ароматы. Это то, что нужно людям в трудные времена. Люди любят получать подарки. Но купить себе холодильник или телевизор, не каждый человек может, не каждый день. Но купить себе помаду, тушь, пудру, румяна. Это каждый раз маленький праздник. Мы несем людям красоту, мы несем людям праздник. Этим надо воспользоваться. Потому что, вы знаете, у меня один человек говорит, вот когда ситуация стабилизируется, вот тогда я начну. Во, ну это извините. Нормально. Да, потому что на самом деле попробуйте построить... Так понятнее, Володь. Попробуйте построить большую организацию в Германии, где каждый получает 3-3,5 тысячи евро. И причем вы ему скажите, что для начала ты будешь зарабатывать 15 евро. Потом через месяц, 2-3, там 150. Не, потом далеко туда, там где-то 3-4 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч, 30 тысяч, 70 тысяч. Но это там потом. А у него каждый месяц, как из куста, 3,5 падает. Там вообще фиг кого расширилишь. Потом просто пришел домой, открыл бутылку пива, купил телевизор и балдеет. Попробуйте ему рассказать, что надо выйти из дома, что надо составить список знакомых, что надо их обзвонить, что надо их пригласить, что их надо обучить. То есть, на самом деле, сейчас самое уникальное время. Те, кто воспользоваться этим временем, те будут на коне. Потому что именно во время кризиса закладываются все новые состояния. На самом деле, на самом деле, вот у меня там задали вопрос про китайский иероглиф. Вообще, китайские иероглифы, они все пишутся по квадрату. Вот этот квадрат, который называется кризис, он пишется из двух. В квадрате два иероглифа. Первое означает опасность, второе – возможность. Опасность – возможность, кризис, то есть перелом. То есть, опасность всему старому, возможность всему новому. Вот. Китайцы это понимают так. Потому что, на самом деле, они победили коронавирус. Они движутся вперед, и мы победим. Знаете, причем вот это время, которое сейчас у нас существует, которое у нас сейчас есть перед нами, оно, к сожалению, будет слишком коротким. Угу, успевать надо. Ну, надо сейчас успеть. Причем это время надо использовать по максимуму. Потому что, на самом деле, вас не отвлекает ничто, вас не отвлекает ни работа, ни начальник, ни дорога на работу, ни дорога с работы. Вы просто сидите дома и можете полностью запланировать свое время для того, чтобы заняться саморазвитием. Понимаете? Да, супер. Потому что, на самом деле, на самом деле, значит, ну, сейчас есть все возможности для обучения. Раньше такого не было. Сейчас есть интернет. В интернете есть все. В интернете есть все книжки. Раньше книжку достанешь, не достанешь, какая книжка, что там. Сейчас у вас есть возможность. Первое, посмотрите, какие книги рекомендуются для сетевого маркетинга. Второе. В интернете есть все эти книги. И начинайте просто получать высшее образование в области сетевого маркетинга. Получайте высшее образование в области развития личности, в области психологии, в области работы над собой, в области общения, коммуникации. Учитесь, учитесь, учитесь. Читайте, читайте, читайте. Говорят, деньги инвестированы в образование, не поддержат инфляции. Любая прочитанная книга, она вот просто ложится где-то вот здесь, вот здесь, и в нужный момент информация всплывает. Она карман не тянет, ее не тяжело носить. Прочитайте книжку. Жаброн сказал, люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят телевизор. Вот думайте сами, решайте сами, кем вы будете, хотите быть. Вот, значит, давайте, Оленька, Антон, давайте ваши вопросы. С точки зрения... Смотрите, вот с точки зрения техники, мы говорим, что сейчас, в принципе, все, естественно, об этом здравые люди, все понимают, что сейчас времена невероятных возможностей. И чисто техническую часть работы, безусловно, мы все сейчас в текущей ситуации делаем дистанционно, удаленно, то есть через интернет. Вот смотрите, тут по большому счету неважно, какими инструментами мы все пользуемся. То есть сейчас такие условия, такие инструменты. Там завтра другие условия, другие будут инструменты. И вот знаете, с точки зрения техники, вы когда вот с Томилой пришли в этот бизнес, это тоже были непростые времена, ну, тут без тоже они разные, но это непростые времена были. С точки зрения техники, ну, то есть вот как выглядела ваша работа, то есть как выглядел ваш день? Я почему об этом спрашиваю? Потому что многие люди, они сейчас сидят дома, вот безусловно, мы как бы говорим о важности обучения, о важности наполнения, потому что если ты внутри пустой, то есть тебе с людьми, ну, как бы поделиться-то нечем на самом деле. Но сидят дома, учатся, медитируют, смотрят, читают, но как бы в результаты это не превращается, то есть зачастую. Мне очень хочется, чтобы вы рассказали, как выглядел ваш ритм жизни на начальном этапе, потому что это за кризисный период, за короткий промежуток времени, в тот же период тоже кто-то сидел и ждал лучших времен, жаловался, там, вкулил, обвинял кого-то и так далее. Вот. А вы за короткий промежуток времени всему миру, да всему миру показали, что, возможно, все церемонит. Вот. Значит, смотрите, ребята, тут получается интересная вещь. На самом деле у нас у каждого в сутках всего 24 часа. Если вы в это время ищете недостатки, боретесь с ветром, то есть, ну, знаете, писать против ветра опасно, потому что все на тебя опять попадает. Вот. Причем, если вы писаете против ветра, если вы бьетесь за правду, бьетесь за правду, то вы бездарно тратите время, потому что это не приносит увеличение доходов. Понимаете? Если вы тратите время бездарно, значит, вы не тратите его с целью, с последствиями. На самом деле, причем тут получается вообще интересная вещь. Значит, если вопрос требует решения, если какой-то вопрос требует решения, то он будет решен без вашего участия. Поверьте мне, пожалуйста. Потому что тысяча людей недовольны, тысяча людей, которые не знают, как стать богатым, они начинают трубить во все колокола, бить во все эти самые, по всем инстанциям, там еще что-то, тратят все время своей жизни на борьбу... Ну, плетью обуха не перешибешь. Понимаете? Мы работаем... Мы должны не бороться с действительностью, мы должны просто научиться действовать максимум, извлекать максимум пользы из той ситуации, в которой сегодня же день есть. Максимум пользы. Не спорить, не дискутировать, не ругаться, не тратить нервы и жизнь на то, за что вам не платят деньги. Вот. У нас просто одно время были в каждом киоскве разбросы на Reflame. Все продавали. Это был такой момент. Reflame начал бороться на уровне фирмы. Вот. Они говорят, вы нам адреса давайте. И вот мне один человек звонит, говорит, я уже месяц, я думаю, два месяца уже хожу и собираю адреса, и передаю фирме, но их не закрывают, потому что, самое, говорит, как только кого-то закроют, на его месте еще два возникают. Я говорю, слушай, а тебе платят за то, что ты ездишь, два месяца уже и собираешь адреса. Нет, не платят. Просто. О, хрена. Какого хрена ты вообще пратишь время так бездарно? Время ограничено. Я вот сейчас, я сейчас уже не помню, к сожалению, на самом деле, мне попалась какая-то такая мотиватор, что, предположим, каждый человек живет 70 лет. Значит, 70 лет умножаем на 365 дней. Не знаю, сколько там получается. Умножаем на 24 часа в сутки. Умножаем на 60 минут. И получается, что вся наша жизнь, оказывается, укладывается. Сейчас я просто специально это дело посчитаю, просто чтобы быть не голословным. Значит, еще раз. Берем 70 лет. Умножаем на 365. Умножаем на 24 часа. Умножаем на 60 минут. Миллионов 792 минуты. 36 миллионов 792 минуты. То есть, каждая минута, которую мы прожили, она вычитается вот из этого времени. Если мы просто 15 минут потратили на то, чтобы поболтать с подружками, просто 15 минут вот из этого счетчика, помните, был фильм «Время»? У каждого на запястье был счетчик. Вот, ребята, люди просто не задумываются, у каждого из нас есть этот счетчик. Есть этот счетчик. И если мы эти вот минуты, эти минуты, которые у нас, мы бездарно тратим, посмотрели фильм полтора часа в корзину. 90 минут в корзину из этого списка. Вот. Ну, эти минуты, они невозвратные. Они невозвратные. Они уходят навсегда. И поэтому, задумайтесь, чем, на что вы тратите свои минуты, своей единственной жизни. Потому что это время, вот это время можно истратить на то, чтобы узнать все новости, узнать курс доллара, погоду в Шри-Ланге, что сказал Трамп, что ему ответил Путин. Вот. Почему они поссорились с Арабскими Эмиратами? Вот все знать, понимаете? Но это не приносит в карман ничего. Просто в карман ничего не приносит. За это время, понимаете, вот интернет, это такая вещь интересная, там можно утонуть, можно серфить по этому интернету, как угодно, вправо, влево, вверх, вниз там, изучить все новости. Ребята, понимаете, вы смотрите, про всех звезд, все сплетни собрать, понимаете, узнать, почитать всю эту бузову, там еще что-то. Но это не приносит. Но в это же время в интернете есть куча информации, полезной информации. Можно себе целенаправленно просто выбрать направление, которое вы будете именно потратить их целенаправленно на обучение психологии, философии, коммуникации, лидерству, планированию, понимаете? Можно саморазвитием заняться. саморазвитием заняться. А можно оспарить бузову просто и муставы, понимаете? Я узнаю, что кто-то смотрит бузову, блядь, лично оторву просто нафиг. Какого хрена, блядь, вообще тратить свою жизнь вот это вот количество невозвратных минут на то, чтобы посмотреть, как она там сисепище хвост. Владимир, я вот, я знаю, что у вас, Томилой, то есть, ну, как знает, любой успех, он планируется, да, и любой успех начинается с какой-то точки принятия решения. Я знаю, у тебя есть вообще офигенный пример про Голубя, про Тайсона ты рассказываешь. И вот я этот пример все время привожу, когда, ну, то есть, работаю старичком. Вот точка принятия решения. То есть, человек пришел, может, например, два года назад пришел, но вот через два года он принял решение и начал расти. Бывает такое, а бывает, сразу принимает решение. То есть, вы, Стомила, вы сразу приняли решение расти, идти до результат номера один мира. Это я упал. Это не я упал, упала вся моя конструкция, потому что я тут такую сложную конструкцию сочинил, чтобы вести эфиры. Потому что у меня нету ни штатива, ни лампы. Я только естественным светом буду светить. Вообще очень светло. У нас уже тепло. Да. Вот. А у меня тут просто такая сложная конструкция из книг, которые я читаю, которые я хочу, чтобы они как бы доставили моим внукам. Показать какие книги? Да, 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 да. Они такие, они не тонкие. Они не тонкие, они какие-то толстые, приличные. Вот, они с первых елки поясни, к сожалению, с первых ногами. И потом вы это все равно не увидите, потому что на самом деле «Жизнь животных». А, нет. Можно понять, да? Угу. «Жизнь животных». У меня тоже такие книжечки есть, Владимир. Да, да, да. «Составить своим внукам, правнукам». Да. Вот. Фабр. «Жизнь насекомых». И Брэм. «Жизнь животных». Вот, видите, они мне пригодились не только по знаниям, но еще и... Мои конструкция. Да, как подставка. Ага. Такая красота была. Поэтому, да. Такая вот красота была. Ага. Такие вот дракоши. Вот такие. Видите, на солнце. Угу. Эти страны как бы славятся своей резьбой по дереву. Почему? Они не просто режут по дереву, они сквозную резьбу делают по дереву. То есть, насквозь все доски. Вот. Вот такая вот у меня была конструкция. Она что-то завалилась вдруг. Ну, сейчас все хорошо? Да, у меня всегда все хорошо. Даже когда все плохо. Возвращаемся к нашим быкам по поводу точки принятия решения. Да. Значит, по поводу быков с точкой принятия решения. Значит, на самом деле, ребята, получается интересная вещь. Интересная вещь. Потому что, на самом деле, когда мы начинали с нами на этот бизнес, то у нас мы просто работали. Мы просто работали. Причем, знаете, когда человек был уже бедным, то на самом деле должна произойти вот та самая история, про которую сейчас Ольга вспомнила. Дело в том, что я на самом деле ходил один раз на Синерджи Апфорум. Вот. И там они пригласили Майка Тайсона. Вот. Ну, вообще-то, знаете, еще очень важно, кто приглашает в этот семинар. Кто вопросы задает, кто модератор. Вот. Там люди, которые никогда этим не занимались, просто пытались от балды. Там, да, сколько вам лет, от чего вы кушаете, почему так хорошо выглядите. Ну, такой херней, которая, блин, не помогает бизнесу. Понимаете? Вот если мне сейчас кто-нибудь задаст вопрос, Владимир, сколько вам лет, ну, идите вы в жопу, блин. Это бизнес вам поможет, для развития вашего бизнеса? Или вы просто делать нечего. Понимаете? Да. Понимаете, есть люди, которые задают вопросы просто для того, чтобы задавать вопросы. Это время бесценное. Знаете, вот уже осталось 25 минут. 25 минут нашей жизни осталось всего на этот эфир. А люди всякую херню спрашивают, задают вопросы. Вот. И поэтому, ребята, значит, задавайте вопросы, которые сами могут помочь вашему бизнесу. Не надо мне задавать сколько моих любимых блюд, моих любимых книг. Пошли вы в жопу где. Как мы начинали этот бизнес? Как мы начинали этот бизнес? Да. Офигенно начинали. Потому что меня просто жаба дарила. Когда я потратил какой-то час на то, чтобы там это самое просто там с кем-то какие-то права прокачать свои. Я просто жаба дарила, что я это время могу потратить на то, чтобы пригласить кого-то человека. Потому что меня просто жаба дарила, что этот человек, если я с ним не поговорю, может попасть к кому-то другому. Понимаете? вот это внутренняя потребность как можно больше людей встретить. Как сможем большим количеством переговорить. Как можно с большим. Не надо мне задавать вопросы сколько людей надо встречать. Сколько можете, столько и встречайте. Сколько бесед провести, сколько можете, сколько можете, ребята. Меня дарила жаба. Просто любой человек, который, знаете, как этот Генри Форд сказал, я воспринимаю каждый доллар, который пролетает мимо меня, я воспринимаю как личное оскорбление. Каждый человек, который пролетел мимо меня, я воспринимаю как личное оскорбление. Когда мы начали работать, меня просто Томила говорил, кого завтра регистрировали? никого. Значит, после завтра двух. Все, вопросов нету, понимаете? Работать надо. Работать надо. Потому что на самом деле трудности на время результат навсегда. Потом будете отдыхать, когда уже создадите такую подушку из декамиллионов долларов. Знаешь, что такое декамиллионы? Один миллион это миллион. Десять миллионов это дека. Дециметр, дека, литр, дека, тонна, дека. Когда будет дека миллионов, потому что, ребята, если бы вы знали, когда люди говорят про миллион, почему-то люди очень интересные. Они, в первую очередь, думают, как потратить миллион. две владельки встречаются, одна другая говорит, слышал по радио тот самый, кто-то выиграл в лотерее миллион. Ну, что? Ну, как бы, мне бы выиграть? Она что-то, куда ты бы делала? Он говорит, ну, долги бы раздала. Он говорит, остальные, остальные подождут. То есть, понимаете, на самом деле, когда речь заходит о миллионе, почему-то все думают, как потратить миллион. Никто не думает, как его сохранить, как его умножить. Понимаете? То есть, и у меня просто в эфире с Василием просто, как бы, сказал, что на самом деле, что такое миллион? Что такое миллион? Это чушь, это слишком мало. Что вы купите на миллион долларов? Ничего. Ничего не купите. Можно пару вопросов от директоров от наших, просто я знаю, что для них они очень важны. У нас, Даня, так много времени осталось. Смотрите, вот вопрос от одного из директора, директоров, который, я так понимаю, что не один день в компании Reflame. Есть определенный набор людей, у которых, ну, как бы, есть группа, директорская группа, которую человек называет командой, и вот человек сейчас принял решение идти на результат, вот прям все, возможности увидел, принял решение о росте. А тех людей, кого он называет командой, за уши трясет, но я перефразирую как бы вот этот умный вопрос, вот, за уши трясет, а они как бы не сильно видят сейчас перспективу, ну, не то, что не сильно видят, как не сильно заряжены, то есть директор спрашивает, то есть, как бы вы в этой ситуации поступили, то есть, плюнуть, оставить или пойти дальше, либо каким-то образом уделять все-таки время этим людям. Не, плевать никогда нельзя, вообще никогда нельзя, потому что на земле слишком мало людей, всего ограниченное количество, всего 7 миллиардов, ну, сейчас после коронавируса может быть будет 6, но все равно это слишком мало. То есть, разбрасываться людьми нельзя, поэтому каждый человек на вес золота, каждый человек, это самая, это личность, каждый человек имеет, хамство имеет свое мнение и, кстати, имеет право его иметь, вот, но это не означает, что его мнение это правильное, вот, потому что на самом деле единственный критерий, знаете, просто, я тут как-то раз разговаривал с одной женщиной, и говорю, знаешь, когда приглашаешь людей, приглашай людей, приглашай людей, я буду проводить встречу. Ой, Владимир, знаешь, как я только скажу слово Арифлэйм, они не идут. Я говорю, не говори слово Арифлэйм. Владимир, ну как не говори слово Арифлэйм, что я как только вот говорю слово Арифлэйм, они все равно не идут. Я говорю, ну ты не говори слово Арифлэйм, ты говори на чаепитие. Он говорит, ну как я ему говорю на чаепитие говорить, когда я как только скажу, что-то чаепитие для Арифлейм. Он говорит, я говорю, ты просто не говори слово Арифлейм. Ты просто говори, что приглашаем на возможность зарабатывать деньги. Есть интересные занятия, есть интересные люди. Тебя интересуют деньги вообще, заработки. Как людей может интересовать заработки? Ты что, ты уходишь? Зомбированный? Что я как только скажу про заработки в Арифлейм, все сразу говорят, я не пойду. Вот. Я говорю, ну, ты знаешь, ты какая-то зомбированный. Я тебе говорю, не говори слово Арифлейм, а ты говоришь, я опять рефреном, как только скажу слово Арифлейм. А тут ее муж включается. Он говорит, ты что, вообще тупишь, что ли? Она тебе говорит, как только скажет слово Арифлейм. Вдруг она на него разворачивается и говорит, а ты вообще заткнись. Владимир полностью не прав, но он в лонжи не ходит. Владимир у меня такие часы были. Там я ему присподарил. Как она заметила, что у меня лонжи? Хрен ее знает. Он говорит, не прав полностью, но он в лонжи не ходит. Поэтому заткнись и молчи. Вот. Ребята, значит, есть люди, которые что-то говорят, и это говорение ведет к улучшению жизни. Его и других людей. Есть люди, которые много говорят, но их работа, их слова, их дела не ведут к увеличению доходов. Не ведут к увеличению жизни, к улучшению жизни. Почему? На самом деле, ну, собрались. Смотрите, собрались мы там коллективом, сели посидеть, поговорить про Арифлейм, про его возможность, про возможность зарабатывать деньги, изменить свою жизнь. Вот. И вдруг какой-то человек встает и говорит, блин, это самое, почему здесь дурака валяем? Пойдем к метров пивка попьем. И все встали и пошли. Лидер, мать твою, понимаете? И тоже лидер, но лидер помойки, потому что его жизнь, вот его дела не ведут к увеличению, к улучшению жизни. Лидер помойки. Лидер помойки. Человек лидер, понимаете? Но он ведет не туда. Он ведет не туда, куда надо идти, для того, чтобы изменить свою жизнь, жизнь других людей. Вот. Мы с вами, наши лидеры, заточены на том, чтобы быть полезным для людей. Чтобы на самом деле, в результате общения с нами, в результате общения с ними, изменилась их жизнь, изменилась наша жизнь. В лучшую сторону. Чтобы появились деньги в них, появились деньги у нас. Мы рассказываем, как это делается, как это работает, что для этого надо делать, кто будет помогать, о каких зарплатах вообще идет речь. Мы просто несем просвещение, мы несем благую весть народу, чтобы на самом деле, как бы, донести, что наше время дурацкое, наше дурацкое время, а лучше не будет, понимаете? Оно все время будет дурацкое. Но кто-то будет все время ждать лучших времен, и ничего никогда не наступит на это самое. Понимаете? Вот пришел куда-то, ой, это не мое, раз, пошел в другое место. Это не мое, и не мое, и не мое. И так до 60 лет все, не мое, понимаете? Вместо того, чтобы на самом деле выбрать надежное какое-то дело, компания Reflame с 67-го года, с 67-го года, в 60 странах, когда в этот ворот полтора миллиарда евро, полтора миллиарда евро, это такая величина, которая уже не зависит ни от меня, ни от тебя, ни от кого, даже от Магнуса, потому что, даже от основателей, потому что на самом деле полтора миллиарда евро, это такая величина, которая, даже если начнет что-то не получаться, то тут же будет выработан управляющий воздействие, который опять поднимет все это вверх. Полтора миллиарда евро, это махина, это махина по всему миру. Вот и мы работаем с международной компанией, которая уже с 67-го года на рынке. С 67-го года на рынке. Она все знает, все умеет, ребята, и не надо их учить, они умеют этот бизнес делать, у них практика вот такая вот. Вот такая вот. Знаете, как говорит это самое, там хозяйка готовит пельмени, и пришел гость, он говорит, ну покушай пельмени. Он поел, поел, он говорит, ну все, я наелся. Да поешь, поешь, ничего. Еще поел, все, больше не могу. Ушел. Ребенок говорит, мама, ты знаешь, он говорит, наелся вот так, а все, уже больше не могу. Он говорит, знаешь, вот отсюда у него 20 пельмени в лес еще. Владимир, ответ, вопрос, ответ тоже девчонки просили, то есть, как ты относишься, к слову, нет и отказов тебе после презентации твоей. Ну, такой, может вопрос, я не знаю. Совершенно спокойно отношусь, потому что я все прекрасно понимаю, что подъезды тоже кто-то должен быть. Знаете, каждый человек имеет свое мнение, каждый человек имеет право иметь свое мнение, но это не означает, что его мнение приводит его и остальных людей к лучшему, к лучшей жизни. Мое мнение приводит и мою жизнь к лучшей жизни, и мнение тех людей, которые на самом деле начинают просто к этому прислушиваться, начинают делать то же самое, потому что на самом деле мы с Томилой всегда гордились не тем, что у нас большие результаты, мы гордились тем, что наши результаты повторяемы. Значит, из топ-15 России 10 человек из нашей организации, из топ-100 России 50 человек из нашей организации, из топ-100 мира тоже 50 человек были из нашей организации, был такой момент. То есть не только мы зарабатываем деньги. И 6 президентов, Володь, да? И 6 президентов. Во всем мире тогда было 7 президентов, у нас в организации было 6 из них. И вдогонку такой же вот небольшой вопрос, то есть где взять уверенность, новичок задает, где взять уверенность, пока у тебя нет результата? Ну, это в принципе проще простого. Надо просто смотреть мои эфиры, смотреть мои самые посты, потому что там все это написано. Вот, потому что на самом деле, что меня на самом деле как бы огорчает, что у меня сейчас уже почти 50 постов. 50 постов. Я и так давно начал вести эти посты. Вот, и там я излагаю как бы главы своей книги. Супер вообще. То есть мы читаем с Антоном супер. Кратенько, кратенько так на 2200 знаков. Приходится иногда сокращать. Я по 2-3 дня сижу, чтобы сократить, потому что у меня там написано гораздо больше, гораздо подробнее, интереснее. Вот, а здесь просто такими короткими выжимками. Вот, то есть получается уже мини-интернет-книга. Причем там отвечается про лидерство, про планирование, там рассказывают про мечты, про нашу жизнь. А когда, кстати, планируется книга? Как только выйдет, вы первую узнаете. Нет, серьезно, серьезно, потому что на самом деле... Супер, супер. Вот, сразу же сделаю объявление по Инстаграму. И вот все люди, которые тут присутствуют, ловят, слушают, просто уже будут знать, о чем книга. Вот. Я надеюсь, что просто она будет на самом деле интересная. Это можно проверить просто по постам. То есть, ребята, смотрите все посты, потому что они все интересные, все на эти вопросы. Да. Вот, а есть люди, которые задают вопросы, а есть люди, которые вот уже есть ответы, просто надо читать, старые посты, потому что я не писал просто так вот, здравствуйте, мне делать нечего. Это просто интересно. А, Владимир, вопрос еще вот такой, что есть. Подожди, подожди, я еще не запущу, потому что на самом деле, еще раз, я не писал посты, которые посвящены тому, что ребята, здравствуйте, мне просто делать нечего. У меня каждый пост продуман, каждый пост выстрадан, каждый пост я рожал, как это самое, как, на самом деле, передать какую-то идею, передать какой-то смысл. Читайте, там очень много вопросов есть. Какой вопрос был перед этим? Как правильно заинтересовать человека, а нет, сейчас, секунду, где взять уверенность при подаче информации, когда нет собственного результата? Да, значит, это уже давно у меня описано, то есть на самом деле, это проще простого. То есть на самом деле, когда человек приходит в этот бизнес, он проходит через три стадии уверенности. Первая стадия, это когда человек еще только начал, он приглашает своих знакомых, друзей, они ему говорят, «А сам-то что заработал?» Ну что, сказать им правду, там 15 долларов, расплакать, все умереть. Поэтому есть такая рекомендация. На первом этапе, пока еще не зарабатывать денег, на первом этапе ваша уверенность должна базироваться на результатах вашего спонсора. Просто там выше по ступенек, 2-3 ступени там в спонсорской ветке. Надо знать свою историю, надо знать свою родословную. И даже ссылаться на результаты тех людей, которые в этом бизнесе уже состоялись, я только начал этот бизнес. На самом деле, можно откровенно сказать, это откровенность, она всегда больше помогает. Да, я только начал этот бизнес, но я работаю с людьми, которые сделали вот это. Вот они сейчас меня обучают, приглашают тебя вместе со мной обучаться этому бизнесу. Вот ты сначала сам заработай, а потом меня будешь предложать. «Ребята, пиши пропало». Потому что на самом деле, когда у вас что-то получится, вы опять к нему обратитесь, он скажет, «Ну я так и знал, что у тебя получится, а у меня нет». Вот, поэтому на селе по большому счету вам надо просто найти людей, с которыми вы пойдете в бой. Бой – это ежедневная работа, бой – это ежедневные испытания. Вот. И это первая стадия. Вторая стадия веры в этот бизнес берется от того, что когда смотришь вокруг себя и смотришь люди, которые пришли уже вместе с тобой, а может быть даже после тебя, и уже вышли на какие-то большие результаты, уже поехали на золотую конференцию, на бриллиантовую конференцию, а ты все до сих пор еще пользователь. Вот тут начинает жар, «Да сколько ж можно, блин? Я вот сижу, а вот тут уже после меня пришел, а все равно уже поехал на бриллиантовую конференцию». И третья стадия уверенности – это когда для этого нужны мероприятия, для этого нужны подведения итогов, для этого нужны вот эти вот драйв, большие эти самые, те вебинарные комнаты, вот эти вот прямые эфиры. Вот. И третья стадия – это когда ты уже сам уже вышел на заработки, и когда тебя уже никто не сможет убедить, что бизнес не работает. Следующий вопрос. Перед вами две команды. Одна из них делает большое количество действий, не понимает совершенно и не знает, но просто делает, и у них есть результат. А вторая обучается, то есть низкая скорость развития, мало действий, средний результат. У одного и того же наставника в одной и той же компании с одним и тем же продуктом. То есть какие действия, как у тренера? У тебя, как у тренера? Значит, по этому поводу могу рассказать анекдот просто. Что как-то раз один мужик купил верблюда. Значит, купил его, а он уперся, как осел, он не идет. Он его дергал, дергал, там пытался его заставить идти, а он уперся, как осел, он не идет. Мучился, мучился, вот как стоит группой, которая все знает, которая все учится и ничего не делает. Вот. И поднимает глаза, смотрит, написано, станция обслуживания верблюдов. Он заходит туда, подходит к мастеру, говорит, мастер говорит, за верблюд не идет. Он говорит, ну какие проблемы, заглотил на эстакаду. Вот они его втроем, вместе с помощником, затаскивают на эстакаду. Мастер одевает перчатки, такие одноразовые перчатки. Съедет два кирпича, подходит к верблюду, между ног и молоком, резкие обречания. Верблюд, джик, и исчез. Ты говоришь, стоит. Мужик посмотрел, говорит, нифига себе, верблюд-то убежал, как я его говорю. Ну какие проблемы, заходи на эстакаду. Понятно. Ага. Ну, мужик тоже убежал, мужик тоже убежал за верблюдом. А тут этот самый мастерик, подмастерик говорит, мастер, мастер, мы с него деньги забыли, за эти проблемы, заходи на эстакаду. Вот, ребят, понимаете, в этом бизнесе, да вообще в жизни, есть люди, которые вот, когда на них просто что-то хочешь, каких-то результатов, они начинают отмазываться. Ну что ты на меня давишь? Ребята, а вы понимаете, в чем дело? А у меня жизнь короткая, мне надо очень много успеть, поэтому я на самом деле давлю. И поэтому определитесь просто, или со мной, или против здоровья. Или против дороги. Мне некогда нянчиться, мне некогда... Ну смотрите, на самом деле, старая-старая истина, есть ведро с устрицами, там уже ведро, там уже вся статистика мира говорит, что там 10 устриц с жемчужными. Причем со статистикой спорить бесполезно. Наша задача открывать устрицы, искать жемчуг. Мы открываем устрицу, а там нету жемчугу. Ну что, мы ее аккуратненько сложим, засунем подмышку, так бою-ка ему вырасти, мне жемчужу вырасти. Бесполезно, понимаете? Но если человек еще не вырастил жемчужу, если он еще не готов к переменам. Людей жизнь готовит к переменам. Не мы с вами, а жизнь готовит. Жемчуг выращивает море. Не мы с вами выращиваем море, жемчуг море выращивает. И поэтому, когда вы открыли жемчужу, а там нету, вы знаете, что в этом ведре еще 10 жемчужин есть. Вам надо найти 10 жемчужин. То есть бесполезно вот так вот ее обаюкать. Надо ее аккуратненько закрыть и отпустить в море выращивание будущих жемчужин. И просто искать, 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 перебирать, перебирать, перебирать. Маргарита мне привезла очень интересный пример. Она говорит, Вот смотри, колода карты. Вот смотри, колода карты. Колода карты. Там есть 4 короля. Сними карту верхнюю. Найди мне короля. Я так снимаю, а там нету короля. Она говорит, в этой колоде обязательно есть 4 короля. Пап, просто давай, снимай следующую, снимай следующую. Я не знаю, какой у тебя король попадется. 7-й или 30-й. В этой короле есть 4 короля. Если ты будешь снимать по 3, по 3 карты, ты быстрее их найдешь. Если по 5, еще быстрее найдешь. Вот. То есть, я вот сейчас написал пост, там интересный. Он говорит, Джин, мужик шел по пустыне, нашел бутылку. Открывает, а тут Джин вылетает. Он говорит, любое желание, господин. Он говорит, ты что, ты знаешь, домой хочу. Он говорит, вот в том направлении надо идти. Вот в том направлении надо идти. Он говорит, я быстрее хочу. А ну туда побежали, говорит. Угу. Тогда побежали. Мне очень нравится анекдот прохоженного середина. Это вот, Восток на самом деле, это мудрые люди живут. Понимаете? И Хаджан Сардин, это вот, ну, восточная философия, восточный юмор, восточный, вот, просто, метод преподавания через, не через логику, а через эмоции. Там просто рассказывается о том, как один путник идет по дороге, вот, встречает Хаджан Сардина и спрашивает у него, сколько идти до Смарканда? Сколько до Смарканда идти? Он говорит, иди. Он говорит, ты что, тупой? Я тебе спрашиваю, сколько до Смарканда идти? Он говорит, иди. Он говорит, ты вообще дурак, что ли? Я тебе спрашиваю, сколько идти до Смарканда? Он говорит, иди. И мужик махнул рукой, пошел, Хаджан Сардин ему вслед кричит. Вот таким шагом, как ты идешь, три дня. Ну, три дня найдешь, такой скоростью, со скоростью. Володь, и, наверное, тут еще у нас пять минут есть. Ты там поставь на запись прямого эфира. Хорошо. Вот. Вопрос. Кто такой для тебя ключевой партнер? Вот. Какими качествами он должен обладать? Вот. Кого ты считаешь своим ключевым партнером? Ребят, знаете, вот у меня есть одна очень интересная история, очень интересная история, потому что на самом деле 98-й год, август месяц, кризис. Кризис. Рухнула валюта ниже уровня канализации. Вот. И в этот момент, вот в сентябре не закрылась ни одной квалификации, потому что бабусь все руку. Почему? Потому что цены менялись каждый день. Причем люди соберут заказы по новым ценам, пока не приезжают в офис, там уже цены другие. И они уходят с заказами, с деньгами, без заказа. Понимаете? То есть и во всей России закрылся только один директор, Ольга Мелехина. Только один директор закрылся на всю Россию свое звание. Почему? Потому что это была команда создана из друзей, из родственников, из одноклассников. Понимаете? И люди просто ей звонили, говорят, что мы можем сделать, чтобы у тебя квалификация получилась. Там надо было три месяца подряд продержать, вот у нее три, и все лопается. Понимаете? Когда люди дают плечом к плечу, когда люди делают полшага вперед, больше не надо, подставляют к плечу, что мы должны сделать, чтобы у тебя получилась квалификация? Сколько мы еще должны собрать заказов? Сколько мы еще должны заказать товары, чтобы твоя квалификация не сорвалась? Члены команды, вот это ключевые партнеры. Не зря она обустроила, не зря у нее там это самое бриллиант выделяет сразу. Сразу, понимаете? И это в вашем же городе, в вашем же городе, Екатеринбурге, Ольга Мелехина. На ее историю я пришла, то есть я поняла, что в кризис шведы платили, платят и будут платить. То есть и будут платить. Вот, ни один кризис уже проходим вместе и просто наблюдая, что они делают, конечно, это фантастика просто. Да, да. Вот, на самом деле я очень доволен, что жизнь столкнулась с такой компанией, я очень доволен, что у нас такая ниша продукции, востребованная. Маленькие упаковки, маленькие цены, маленькие упаковки быстро кончаются, очень хорошо для бизнеса. Купить себе холодильник или телевизор, как я сказал, не каждый себе может позволить, но купить себе тушь, помаду, пудру, румяна, это, говорит, мы каждый раз несем праздник людям. Люди любят получать подарки. Люди любят. И мы несем. И, знаете, у меня Маркнус как-то раз сказал, говорит, ну, Арифлейм я работал в пивной компании, говорит, очень хороший бизнес, но я не был доволен своим бизнесом. Почему? Потому что после моего бизнеса люди меньше жили. Сейчас я очень гордый за свой бизнес, когда пришел работать в Арифлейм, потому что благодаривому бизнесу люди красивее становятся. Делают бизнес на красоте, делают бизнес на чистоте, делают бизнес на гигиене, на питании, на витаминах, на здоровье, долголетие и красивой жизни людей. Потому что, на самом деле, чтобы наслаждаться никогда, надо еще здоровье иметь. Ну да. Все компании закрыли, все производство закрыло, Арифлейм продолжает работать. Почему? Потому что ниша продукции гигиена, питание, витамина, саксантин, антиоксиданты, то есть укрепление иммунитета, укрепление здоровья нации. И мы возможность не идем к людям. У нас на самом деле есть, что предложить. Когда мы идем к людям, у нас на самом деле есть, что предложить. Они не знают, что у нас еще предложить, но мы-то знаем, что у нас есть. Мы-то знаем. И поэтому смело, просто с открытым забралом, просто шагайте в массы по интернету, по телефону, по скайпу, по ватсапу, как вам приспичит, как получится. Делайте, делайте, делайте и делайте. Сейчас самое время. Тот, кто сейчас воспользуется этим временем, все новые состояния всегда закладываются во время кризиса. Есть ли какие-то правила при построении структуры сильной, хорошей, отличной, надежной? Есть правила. Значит, сильная структура заключается не в том, что много людей. Сильная структура заключается в том, что много сильных самостоятельных, подчеркиваю, самостоятельных лидеров. Когда я хочу проверить организацию на перспективу, я спрашиваю у лидера, сколько людей в твоей организации может самостоятельно проводить презентации. Вот это для меня показатель стабильности, устойчивости и перспективы этой команды. Так, Валенька, а если я его не успею завершить до выключения, то он сохранится все равно или надо успеть? Надо успеть. Надо успеть, да. За 5 минут. Что 5 минут? За 5 минут, да? Нет, не за 5 минут. Сохранить. Не за 5 минут. Ладно, хорошо. Значит, давайте еще минута. То есть первое правило – это самостоятельное. Второе правило. То есть есть как должностная инструкция и там правила, там работы, чтобы все сильно… Еще, значит, вот такая рекомендация. Ребята, ищите тех, кто ищет. Легче бизнес делать с тем, кто хочет этот бизнес, кто задает вопросы, кто просит помощи, чем насильно тащить людей. И каждый раз их убеждают, что бизнес работает, каждый раз задавать, почему книжки не читаешь, где твои люди, почему на семинар не ходишь. Вот. То есть на самом деле, если у индейцев есть хорошая пословица, если видишь, что лошадь уже сдохла, слезь с нее. Пересаживайся на здоровую лошадь. Вот, ребята, значит, спасибо огромное за эфир. Я думаю, это будет не последний эфир. Вот. Я готов еще провалить эфиры. Да. В следующий раз мы меньше зарубкаться, меньше будем умениваться любезностями. Просто сразу будем приходить к делу. Да, спишите, да. Спасибо огромное. Владимир, спасибо огромное. Здоровья. Давайте счастливы. Да, да, да. Мы не подведем. Спасибо огромное. Выходите из эфира, после этого я завершу. Все, давайте. Пока-пока. Продолжение следует...